В конце 2012 года, неподалеку от маленького города Сериана на северо-западе Мексики, американские и мексиканские археологи сделали совместное открытие. Обнаружены странные предметы. Это 25 фрагментов человеческих останков, предположительно, маяцкого происхождения. 13 фрагментов имели расширение в задней части черепа. Эти черепные кости привлекли внимание. Их прозвали инопланетными и стали распространяться слухи, что цивилизация майя была создана пришельцами. Люди, поселившиеся здесь 4000 лет назад, неужели они были пришельцами? У них не было возможности рассказать нам свою историю. Мы многого не понимаем в этой цивилизации. Это майя. Майя. Рождение легенды. Фильм первый. В поисках Маисовой цивилизации. Тропические заросли. Это Питенский бассейн в Гватемале. В этих краях зародилась цивилизация майя. Мы проплыли 260 километров к северо-востоку от столицы Гватемалы. Возле этого озера расположены 27 памятников майя. Майя верили, что земля, на которой мы живем, это спина крокодила. Когда послушаешь их истории, несложно увидеть в очертаниях берега плывущего крокодила. Майя – это название не народа, а цивилизации, объединявшей тысячи народов. Поэтому не так просто определить ее географические границы. Многие ученые в первую очередь ориентировались на места, где больше всего археологических находок, и где до сих пор используется язык майя. Во-первых, это южная часть Мексики, штаты Чьяпас и Юкатан. Здесь в 16 веке испанские войска впервые наткнулись на город майя Майя-Пан. После этого и возникло обозначение «майя». История цивилизации майя началась во II тысячелетии до н.э. с первых земледельцев эпохи неолита. С побережья Белиза и Сальвадора они постепенно продвинулись вглубь континента, обнаружив там воду и землю для сельского хозяйства. Около тысячного года до н.э. посреди тропических лесов выросли города. Начался золотой век цивилизации майя, который обычно называют классическим периодом. Линию горизонта формируют крыша храма и вершины деревьев высотой от 2 до 30 метров. Здесь около 3000 зданий, но их не видно за деревьями. Город Текаль обнаружили среди джунглей в 1696 году. Он до сих пор не раскопан до конца. 16 квадратных километров. Время здесь остановилось в 1900 году. 172 метра в высоту. Эта пирамида с храмом наверху – одно из характерных сооружений майя. Крутая лестница ведет к квадратному храму. Вершина храма украшена каменным гребнем. С рельефными изображениями богов и царей. Останки правителей майя обнаружены всего дважды. Один раз под основанием храма 1 в Текале. Они украшены нефритом и редкими раковинами. И окружены керамикой с изображениями и надписями, рассказывающими о мифах и царских обязанностях. Этот царь правил 50 лет. Маяцкое слово «Аяв» переводит как «владыка». Но может также означать и «священный». Эти юноши появились на свет и воспитывались в тропическом лесу. Одному из них суждено стать Аявом. А вот город, воспитавший этих юношей. Текаль был одним из важнейших центров цивилизации майя. Хаса Овчан Кавиль был 26-м правителем Текали. Сто лет до его правления Текаль провел в упадке. Он выживал, уклоняясь от войн с соперниками. Цари тех времен не были уверены в себе. Правда ли ты, царь, носитель священной власти? Хасаву требовалось ответить на этот вопрос. Когда испанцы победили майя, то сожгли их книги по религиозным соображениям. Но майя, говорят с нами, с помощью камней. Вырезанные на камне надписи сообщают об обязанностях правителей майя. Они жертвовали свою кровь для удовлетворения богов. Хасав также обязан был сделать это. Никто не должен этого видеть. Кровь собиралась на веревку и предлагалась богу как жертва. Цари майя терпели ужасную боль. Только царь и члены его семьи совершали ритуальное кровопускание. Только они могли общаться с богами. В жертвоприношениях майя использовали смолу капау. Ее сжигали вместе с кровью, чтобы дым поднялся к богам. Эту церемонию иногда называют змеиной церемонией. Видите, здесь изображена змея с раскрытой пастью, ожидающая подношения. Такие ритуальные жертвоприношения обеспечивали майя связь с предками. Для правителей почитание предков было способом обеспечить преемственность. Около тысячного года до нашей эры майя пришли в джунгли. Это были люди эпохи неолиты, искавшие воду и землю для посадок. Они вырубили деревья в девственном лесу, расчистили землю, построили дома и в итоге основали город. Предки хасавы никогда бы не смогли перейти к осядлой жизни, если бы не содействие одного небольшого помощника. Моис или кукуруза. Кукуруза хорошо растет при любой температуре и на высоте двух с половиной тысяч метров и в низинах на берегу. Одно посеянное зерно приносит от ста до двухсот новых. Индейцы считали чудесное зерно подарком богов. Цивилизация майя смогла развиваться именно благодаря Моису. Моис выращивали по всей Центральной Америке. Доказательства нашли в этом городе. Примерно 40 километров от Мехико. Американский археолог Ричард Макниш в 60-е годы прошлого века нашел свидетельство разведения кукурузы в пещере неподалеку от города. Первая специально выращенная человеком кукуруза. Початок размером с палец. В нем всего 8 зерен. Земледельцы отбирали лучшие из них для следующего посева. За 4000 лет до нашей эры кукуруза достигла нынешних размеров. Тогда в Мезоамерике начали активно развиваться цивилизации. С зарождением цивилизации появились и мифы о возникновении мира и человека. Они передавались от отца к сыну. Жили однажды два брата-близнеца, которые любили играть в мяч. Подземные боги разозлились на них из-за шума. Они послали сову, чтобы пригласить братьев к себе. Отец близнецов спустился в подземный мир, но умер, не пройдя испытания богов. А вот братьям постепенно удалось выполнить все их задания. Дом ягуаров. Дом летучих мышей. В конце концов, близнецы с помощью хитрости победили богов смерти в игре в мяч. Близнецы оживили своего отца, и он стал богом кукурузы. А братья превратились в солнце и луну. Воскрешение умершего отца Воскрешение умершего отца символизирует прорастание Маиса из зарытого в землю семени. В мифах Майя Маис означает смерть и возрождение. Сохранилось не так много изображений Майя, что делает их облик для нас загадочным. Сохранившиеся рисунки на керамике обычно изображают сцены из эпоса Майя «Пополь вух» или «Бога Маиса». А вот здесь изображено человеческое лицо. Это Хасаф Чан Кавиль. Хасаф рос, видя слабость своего отца. И его захватила идея вернуть правителям утраченный авторитет. Калакмуль был влиятельным городом и политическим конкурентом Текаля. Смерть правителя Калакмуля дала Текалю благоприятную возможность. Они сражались каменными топорами, ножами и копьями из обсидиана. Майя не вели войну на уничтожение. Потерпевшая поражение династия оставалась на своем троне. Так жил Текаль в предыдущем веке. Царь был просто тенью, а не священным правителем. Легко представить себе, что когда в 8-9 веке дела пошли плохо, даже высшая знать говорила, «Это не мы виноваты, это все царь». Мы поддерживали его, все было отлично, а теперь он не выполняет свои обязанности как должно. И все стали терять веру в царя и царскую власть. Победитель после войны разрушал гробницы потерпевших поражения. Это было унижением для проигравших. Представьте, в какую ярость эта мысль приводила юношу, едва ставшего царем. В Текале осталось мало нетронутых гробниц. Большая часть их была разрушена после поражений в войнах. Над гробья хранили историю города. Четырем царям до Хасавы не удалось поставить себе памятник. Стали от истории Текаля не существовало. Авторитет царской семьи находился под угрозой. Что было делать царю? Хасав обратил взгляд к другому месту. Здесь могилы славных царей, его предков, остались нетронутыми. Когда гробницы запечатывали, на них сверху строили новые здания. Это уникальная идея майя – сооружать постройки одну на другой. Защитить могилы предков. Хасав решил вернуть уважение к царской власти, оказывая почести своим предшественникам. По своим размерам, сооружение майя не так впечатляет, как постройки других древних цивилизаций. Численность майя никогда не превышала 100 тысяч, поэтому размер их зданий был умеренным. Удивительно, какими строительными инструментами они пользовались. Это были только каменные молотки и дубинки. Когда в 16 веке в Америку приплыли испанцы, майя по-прежнему использовали каменные орудия. До 800-го года майя жили в мире, где даже на большом расстоянии от них, в Мезоамерике, никто не умел обрабатывать металл. А самим майя было просто негде его добывать. Позднее майя все же стали его использовать, но это было уже около 1200-го года. Украшения привозили торговцы, и они предназначались только для царской семьи и знати. Большинство индейцев майя не испытывали потребности в металле. Например, земледельцы. Единственным сельскохозяйственным орудием майя была деревянная палка-копалка Коа. Кукурузу надо было просто посадить и ждать, когда она вырастет. Так что этого вполне хватало. КОНЕЦ кукуруза шла не только в пищу говорят что люди выращивали кукурузу но только благодаря ей они могли тут жить это кукуруза выращивала людей в мировоззрении мая кукуруза была не просто едой крестьянин думал о своем царе как воплощение бога кукурузы а мир для него был кукурузным полем для мая речь шла не только о пропитании но и множестве других вещей мая часто украшали здание изображением маски которая имела символическое значение вот эта маска означало священную гору древнейший обряд жертвоприношения это и сам на бог создатель мира маска отражает политические взгляды царя его стремления хасав выбрал для своих построек изображение бога чака священная гора и цамна и чак сооружение майя отражают события сотен и тысяч лет как годовые кольца у деревьев а хасав посредник между людьми и богом чаком чак был одним из самых почитаемых богов это бог дожжа благодаря которому растет маис сезон дожди в этих краях длится с мая по октябрь до живую воду нужно сохранять потому что в сухой сезон и и не будет в текале жили около 60 тысяч человек ситуация с водой была непростой народу тропического леса нужно было решить как растянуть использование воды сезона дождей до конца засуху текали расположен на возвышенности где была вода город разрастался с увеличением населения захватывая прилегающие долины и в нем решили возвести огромный резервуар улицы строились с небольшим уклоном чтобы вода со всего города собиралась в этот водоем здесь находился самый большой резервуар того времени сейчас это место заросло лесом деревья укрывают здание построены из известняка снаружи дома и дороги покрывали белой штукатуркой чтобы вода не проникала сквозь них но это породил и другую проблему если весь город белый отраженный свет режет людям глаза мая знали это не понаслышке они кипятили семена анато белые ткани становятся красными семена анато дают красный краситель который любители простых цветов используют для тканей даже сегодня древние майя применяли его при отделке зданий храм торговая площадь и дороги стали красного цвета древний текаль был красным городом в объятиях джунглей даже в наши дни можно найти остатки красных зданий майя это свидетельство мудрости людей выстроивших здесь город чтобы собирать воду но с ростом населения в маленьком городе стала назревать другая проблема как всех прокормить хороший урожай с одного участка земли можно получать только год или два подряд пока у вас хватает земли чтобы каждый год передвигаться чуть дальше маис будет расти прекрасно причем без особых усилий вы обеспечите семью зерном за 50 рабочих дней в году или даже меньше пока у вас не слишком много людей это отличная система но когда на квадратный километр приходится уже две три сотни людей она перестает работать по иронии судьбы проблему голода возникла у цивилизации появившийся благодаря маисовым плантациям и тут мая снова удивляют нас в получасе лета к северу от текали расположена миродорская долина в ее центре стоял древний город майя нагбе нагбе здесь внизу находится уникальное пространство это своего рода подвал помещение было выдолблено в известняке здесь хранили урожай мы знаем что майя держали зерно в специальных помещениях здесь вероятно также хранили бобы и сосуды с жидкостями все это находилось здесь в пещере выдолблены в известняке такие пещеры назывались чалтун подходящий скале выдолбливали круглую нишу на стенах видны следы от инструментов которые использовали при работе мэк и историю мы пришли в это заросшее лесом место и не случайно когда-то здесь было поле поля обносили ограды и заливали илом с болот так майя искусственно создавали плодородную почву это делалось для решения проблемы маисовых плантаций засыпая их илом каждый год майя могли продолжать выращивать маис на том же месте потому что болотный ил богат питательными веществами сложнее всего было доставить этот ил у мая не было лошадей или валов чтобы запрячь их в телегу поэтому мая не строили повозки хотя и знали колесо почву доставляли мужчины в специальных корзинах мая преодолевали ограничения которые ставила для них природа учась у леса на взгляд прибывших в америку европейцев майя казались диким примитивным народом они сильно отставали технологически а города посреди джунглей казались чем-то нереальным у мая существовали цари подданные но не было нации все это превращало майя в загадку ответы на многие вопросы о них остаются гипотетическими предмет найденный в мехико в 2012 году также выглядит загадочно в мехико нашли черепа как у пришельцев инопланетные черепа из мехико деформированы специально считают ученые удлиненные деформированные кости черепа майя добивались этого пока кости черепа еще податливы форму черепа изменяли не только царь и члены его семьи но и большинство простых майя это был способ продемонстрировать почитание бога маиса бог маиса родился из тыквы в знак поклонения люди предлагали ему еду и питье четырем богам приносили в жертву кровь а также рыбу оленину и индейка до нас дошли рисунки сотого года до нашей эры рассказывающий как бог маиса стал царем в искусстве мая часто изображается что моис появился при создании мира правители ассоциировали себя с маисом часто называли себя людьми маиса и надевали соответствующий костюм правитель в одной набедренной повязке поднимается по ступень когда он вступает в храм начинается церемония постепенно царь превращается в бога он уже не человек когда выходит из храма он бог маиса которому поклоняются майя спортсмены спускались вниз по девяти ступеням что символизировало спуск в подземный мир это та самая игра в мяч в которую братья-близнецы играли с подземными богами тяжелые мячи делали из каучука отбивать мяч можно было бедром локтями или коленями но не ладонями мая очень любили эту игру иногда в ней принимал участие сам царь здесь он изображен борющимся со злыми силами в каждом городе были свои правила очки получали пробросив мяч через каменное кольцо на сторону противника наronom это на во всех городах мая был по крайней мере один стадион для игры в мяч это самый крупный из них в длину он немного больше футбольного но гораздо уже у мая стадион играл такую же роль как театр у греков это было место для зрелищ игра в мяч было не только спортом она имела религиозное значение рельефы на стенах стадиона рассказывают какие именно ритуалы проводились во время игр человеку отрубают голову а на ее месте появляется змея в некоторых городах после игры совершались человеческие жертвоприношения мая не боялись смерти они считали что таким образом служат обществу и богам междо людьми богами существовала дистанция приблизиться к богам было сложно мая изображали человеческие жертвоприношения на рельефах а то и кажется ужасным если не знать мая кровь отданная богам во время ритуала возвращается в землю и оживляет собой мир и мая изображения мая изображения СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Люди несут богам цветы и свечи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сегодня важный день для индейцев, выращивающих маис. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Через несколько дней пойдет дождь, поэтому сегодня они поджигают маисовое поле. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Можно по-разному определять, что такое цивилизация. Считается, что цивилизация – это города или ответ людей на вызовы природы. Цивилизация майя сумела развиться в тропическом лесу благодаря маису. Это маисовая цивилизация. Семь миллионов человек и сегодня говорят на языке майя. Как зерно маиса, которое прорастает из земли, индейцы майя живут в вечном круговороте смерти и воскрешения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 В 2002 году это здание было выбрано одним из новых Семи чудес света. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Оно входит в число самых известных построек майя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Когда Солнце занимает искомое положение около трех часов дня, на северных ступенях появляется забавная тень. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Огромный змей оживает и начинает извиваться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗМЕЙ С ПЕРЬЯМИ Второе пришествие Кукулькана. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кукулькан выходит из пирамиды и движется по прямой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он достигает священного источника. Там он проливает дождь, источник жизни. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это произведение народ Майя создал в девятом веке. Кто и зачем придумал отмечать этот день? Мы отправляемся к Древнему Майя, чтобы послушать тайны длинного торжественного представления. Майя. Рождение легенды. ФИЛЬМ 2. КАЛЕНДАРЬ ЦОЛЬКИН В этой деревне живут потомки майя и индейцы племени Кичи. С момента вторжения испанцев прошло 500 лет. Но эти люди до сих пор носят одежды майя и говорят на языке предков. Эти элементы определяют их принадлежность к Майе. В Центральной Америке языком Майя до сих пор пользуется 7 миллионов человек. Есть еще одна черта, выделяющая Майя на фоне других народов. Но нам еще предстоит ее обнаружить. Именно на этот холм приходили жрецы майя. Одно из трех священных мест. Ученики получали урок от старших и выполняли ритуал. К этому дню они пришли по календарю Цолькин. Календарь Цолькин сохраняет актуальность для народа майя. У нас есть наше собственное время. Он определяет разницу между навязанным временем, календарем, принесенным колонизаторами, с 30 днями в одном месяце. А наше собственное время, сакральное время, оно жестко увязано с нашими традициями. И оно отражает сущность человеческой природы. Именно календарь и есть тот самый третий элемент, который мы вспоминали, когда говорили об особенностях майя. Его сложность и продуманность удивят многих. При этом календарь – это короткий путь для понимания майя. Он расскажет нам об их происхождении и богатстве. Если вы поймете календарь майя, вы поймете их цивилизацию и характер. Теперь мы отправляемся в Текаль, самое крупное поселение майя в 7 веке. В Текале есть место, которое соответствует началу календаря. Памятник затерянному миру. Большая пирамида на площади в глухих лесах. Ее высота – 31 метр. Это одна из крупнейших построек в Текале той эпохи. Маска на западной стене принадлежит богу Солнца. Снизу реальное величие постройки оценить невозможно. Надо подняться наверх. Теперь это похоже на обсерваторию, откуда весь Текаль виден как на ладони. На самом деле это сцена, где более тысячи лет назад разыгрывалось представление. Это площадь затерянного мира. Место масштабных публичных собраний. Здесь собиралось все население и смотрело на происходящее. Верховный жрец и правитель стояли на пирамиде, а народ располагался внизу на площади в ожидании того, как боги свяжутся с их правителем. А через правителя образ бога воплотится и спустится вниз к народу, чтобы принять пожертвования, принесенные народом. Сегодня их нельзя увидеть. Они рухнули и изросли деревьями. Но к востоку от пирамиды стояли три постройки. Расположение этих построек соответствовало зимнему и летнему солнцеворотам, а также двум дням равноденствия. На вершине левой постройки отмечается летний солнцеворот, когда солнце достигает зенита. В центре весеннее и осеннее равноденствие, а справа солнце восходит в день зимнего солнцеворота. Затерянная пирамида была ареной солнечного шоу. А вот и главный герой. Когда на сцену выходил царь, вся площадь становилась зрительным залом. Астрономические знания той эпохи не противоречат современным. Одним движением царь закрывает все небеса. В этот момент он становится сверхъестественным и священным существом. Так рождалась власть Майя. Но это не единственная история Майя. В начале всех цивилизаций был один человек, предсказавший изменение неба, и люди последовали за ним. Однако за небесами наблюдали не для того, чтобы приобрести власть. Главной целью наблюдений была классификация происходящих изменений и понимание устройства мира. В древности, когда не было никаких приборов, наблюдение было очень важным элементом жизни Майя. И, как уже отмечалось, наблюдения за природой играли ключевую роль. Представьте себе, абсолютно темная ночь, в которой не было никаких электрических огней. Эти люди проводили часы, дни, месяцы, годы, наблюдая за звездами. Они научились понимать движение звезд. Познания Майя в астрономии удивляют многих. Их измерения относительно Солнца и Луны, а также планет, ненамного отличаются от современных представлений. А инструментом наблюдений служила простая палка. На небеса смотрели невооруженным глазом, но не пропускали ни единого дня. Майя записывали, когда Луна восходит на одном и том же месте. У них получился 31 с небольшим день. У других почти 29. Разница едва заметна. Посчитали средние из полученных данных. Ошибка сглаживалась с добавлением средних на протяжении столетий. Месячный цикл, измеренный Майя, лишь на 34 секунды отличается от цикла, установленного современной наукой. Вот храм, в котором совершались ритуалы. Раскуривался ладан, зажигались свечи. Это сближает ритуалы Майя с христианской религией. На этом месте стоял храм Майя. Ступени храма превратились в церковную лестницу. Люди приняли и бога Майя, и христианского бога без особых колебаний. В 1690 году в этой церкви обнаружили очень важную книгу. Католический священник перевел текст на испанский язык. Оригинал утрачен, но испанская версия сохранилась и находится в Чикаго. Вот ее копия. Пополь вух. Миф народа Майя. Этот миф стал первым результатом наблюдений за небом. Там есть логика, и в мифе Майя она сохранена. Первая история о пополь вухе творения. Эта история начинается, когда Вселенная находилась во тьме. Небесный бог, душа неба, уракан и бог-создатель. Тепел и Гукумац, именно эти три бога создали мир. Вторая история – история о братьях-близнецах, отправившихся в путешествие в Нижний мир. Братья-близнецы победили богов подземного мира в игре в мяч и воскресили своего отца. Эти два брата стали Солнцем и Луной. Третья история повествует о том, как боги создали человека. Одним из ингредиентов в этом процессе стал Маис. Четвертая глава повествует о народе Кичи, который записал Пополь вух. Пополь вух – это вселенная и мир, как их понимал народ Майя. Миф не рождается из чистой фантазии. Он копирует нечто близкое по содержанию – небо. Знания об астрономических циклах передавались изусно от отца к сыну. Эти тысячелетние знания, транслируемые из поколения в поколение, определяли во многом специфику устройства общества в целом. Обладание этими знаниями давало огромную власть немногим избранным над остальным населением. Жрецы и их представления о законах неба, законах, определивших форму неба и представление о космосе. Сначала миф передавался устно, а затем его записали иероглифами. Лишь немногие люди получили знания об астрономии, и эти люди могли управлять людьми Майя. Джон Ллойд Стивенс, путешественник XIX века, первым познакомил остальной мир с народом Майя. Художник, сопровождавший экспедицию, создал первые портреты представителей Майя. Первые рисунки были созданы в Капане. После осмотра Капана Стивенс произнес, Капан подобен разрушенному кораблю в центре огромного океана, лежащего перед нами. Субтитры создавал DimaTorzok Первое, что бросается в глаза, иероглифическая лестница. 63 ступени покрыты более чем двумя с половиной тысячами иероглифов. Это уже больше похоже на книгу. Северная площадь Здесь много могил, но только один из покойников является ее владельцем. Смотрим на имя. Это 18. А это похоже на кролика. Так и есть. Его звали царем 18 кроликов. Это 13-й правитель Капана. Он собрал камни в гору и построил наверху храм. Если подняться по каменной горе к храму, то наверху увидишь дверь. Дверь с космограммой. Дверь украшена изображением Солнца на небе, Луны и звезды. Но это не просто дверь. Человек, который пройдет через эту дверь, царь, вставший сразу за ней, становится центром мироздания. По всей видимости, человек, строивший дверь, осознавал этот эффект. Режиссер, помещающий правителя в центр космоса. Он был следующим по старшинству после царя. Жрецы Майя считались аристократией. Они умели читать и считать, разбирались в астрономии. Верховный жрец во многом определял внутреннюю политику правителя. Жрец использовал образ космоса для формирования идеологии царской власти. Небеса Майя состояли из тринадцати ярусов. В центре растет древо жизни – Сейба. Здесь четыре точки. Белая – это территория Бога и сверхъестественного. А желтая – область человеческого. Ниже находится подземный мир, состоящий из девяти ступеней и носящий имя Шибальба – своеобразные девять кругов ада. Земля и небо. Бог присутствует во всем, что окружает Майя. А люди существуют для исполнения воли Господа. Для народа Майя вся окружающая природа состояла из отдельных элементов, наделенных душой. И поэтому у каждого из этих элементов были свои боги, игравшие важную роль. Бог воды, Бог Маиса, Бог огня, Бог ветра – все имело своего покровителя. А все вместе они формировали представление об устройстве Вселенной. И они давали ощущение принадлежности к большому миру, ощущение священного. Это дом аристократа. И есть один артефакт, который указывает на то, что здесь жил жрец. Это скамья высотой пять с половиной метров. Напротив скамьи расположены Луна, Солнце и Венера. Это небо. А под скамьей находится Пау Ахтун, который возит небо. Жрец, владелец скамьи, устанавливает правила, по которым должны жить люди. А это календарь Цолькин. В этой деревне на высоте почти двух километров над уровнем моря живут коренные индейцы майя. Люди в этой деревне живут по календарю Цолькин. Как этот календарь влияет на их жизнь? Это называется Сите. Это наше гадание. Итак, мы, Майя, привыкли ставить диагноз с разными ситэ, у нас их 260. Каждый из этих ситэ соответствует определенному дню. Обычно к нам приходят люди и задают вопросы, чтобы узнать, что у них со здоровьем, болезнями, работой. Поскольку мы работаем с Цолькином, и в соответствии с этим календарем, который дан нам древними майя, нам указываются нужные дни согласно энергии Кали. Например, день Бен, Мен, всего 20 дней, и Бактун. У них нумерация от 1 до 13. 13 отрезков по 20 дней. В календаре Цолькин всего 260 дней. Это документ, дошедший из далеких времен. Под деревом, символизирующим окружающий мир, сидит бог Солнца, а слева от него бог Луны. 20 иероглифов, написанных вокруг богов, обозначают 20 дней. Есть 20 отдельных богов, управляющих каждым конкретным днем. Точки, расположенные по внешнему кругу, Хахап, 365 дней. 20 дней в сочетании с числами от 1 до 13 формирует цикл протяженностью 260 дней. Далее, календарь Цолькин накладывается на календарь, состоящий из 365 дней и получается цикл продолжительностью 52 года. Он чем-то похож на 60-летний цикл китайского гороскопа. Есть и другой календарь, где Цолькин сочетается с календарем Хахап на 265 дней. В конце 2012 года попал злислухи, что этот календарь предвещает конец света. Ая-клерге 오늘의 지구 종мал 일이라고 예언을 했다고 해서 화제였죠. 지구촌 곳곳이 시끄러웠습니다. 프랑스 남서부 부가라치 산 근처가 북적 거립니다. 지구 종мал 를 피할 수 있다고 알려진 곳 입니다. 악마 마법사를 삼켰다는 이 산에도 종мал 논자들이 몰렸습니다. 터키 서부 의 작은 마을 도 신비한 에너지가 가득 해서 지구 가 외망 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 살아남 할 수 있다고 믿는 사람들이 올려드렸습니다. Мы отправились в гватемальский город Киригуа, чтобы найти календарь, ставший источником этих слухов. Киригуа – это город-спутник, появившийся после расширения власти царя Капана. Эмблемой города стал крупный памятник, защищенный соломенной крышей. От него и началась история слухов о конце света. Сбоку мы видим одну дату. 13 Бактун, 0 Катун, 0 Тун, 0 Уэналь, 0 Кин. Это 13-й день Бактуна – конец длинного цикла календаря майя, продолжавшегося 5125 лет. Если перевести на современные летоисчисления, то начался он 13 августа 3114 года до н.э. Следующий день будет обозначаться так – 0 Бактун, 0 Катун, 0 Тун, 0 Уэналь, 1 Кин. Начинается новый цикл календаря. С этого момента должно пройти 13 Бактунов, и все снова вернется к нулю. 21 декабря 2012 года. Этот день не конец света. Это день окончания календарного цикла майя. Зачем майя создали такой длинный календарь? Младенец, ставший правителем, держит маму за руку. Этот ребенок станет лучшим царем Паленки – Пакалом. Паленки – город, расположенный в чаще тропического леса. Царь Пакал возвел много сооружений. Большинство построек, сохранившихся в Паленке, созданы Пакалом. Храм – одно из главных зданий в городе. Под храмом была обнаружена могила царя Пакала. На спуск уходит всего 3-4 минуты, а вот на раскопке потребовалось 4 года. Впервые в постройке Майя была обнаружена царская гробница. Внимание привлекла крышка гроба. Царь Пакал держит в руках нечто крестообразное. Есть гипотеза, что это символ его контроля над Вселенной. Это воскрешение Пакала уже в образе Бога. В момент вошествия на престол Пакал был молод и не имел политического авторитета. Для укрепления власти он использовал уникальную идею – календарь. У него был выдающийся помощник – верховный жрец. Этот жрец соединил миф о творении с мифом об основании царства и подкрепил конкретными датами. Пакал превратил своих предков в создателей мира. Точная дата превратила обычную легенду в исторический факт. Надгробная надпись в форме креста. Она фиксирует, когда началось время мая и как появилось царство Поленки. Слева располагается царь Пакал. Крестообразное дерево, символизирующее мир. Справа сын Пакала – Канбалам. Важным элементом служит надпись в левой части. 7 декабря 321 года до нашей эры родилась первая мать – Насак. 13 августа 3114 года до нашей эры началось творение нового мира. Несколько тысяч лет аккуратно рассчитано с тем, чтобы начало царства и начало времени мая совпали. Длинный цикл календаря мая был создан для укрепления власти правящей царской династии. Царский фаворит, астроном, математик, хронист. Верховный жрец соединил в себе разные черты знаний той эпохи. Жрец дал царю власть бога, а людям – календарь, определивший их жизнь – Цолькин. Руками священника правила жизни небес спустились на землю мая и стали заполнять собой жизнь простых подданных. Если понять жизнь жреца мая, то можно понять всю древнюю цивилизацию. Сейчас, поскольку приходит эта новая эпоха, и мы, кажется, видим, как хочет воскреснуть культура жрецов. Прилагаются усилия. Люди начинают больше интересоваться культурой майя. Раньше был спад, а теперь понемножечку поднимается. И мне кажется, что они управляются той же энергией, что и у нас сегодня. Только с той разницей, что они жили много лет назад, в незапамятные времена. Но теперь это стало точкой притяжения, объединения. Наступает эпоха, когда всё постепенно возвращается на круги своя. Даже сегодня, почти каждый день, совершается какой-нибудь ритуал. Бог помогает людям каждый день, и люди за это приносят жертву богам. Цолькин гласит, что сегодня день пожеланий. Поэтому и церемония сегодня роскошнее, чем обычно. На каждый день у майя есть своё божество. Божественное присутствует даже в мельчайших предметах, в камешках и цветах. Дети майя соизмольства привыкают к календарю Цолькин. Они создают духов, которые смотрят на растения и камни другими глазами. Язык и одежда определяют их принадлежность к майя. Но душа майя — это Цолькин. В наши дни положение жреца в общине майя существенным образом изменилось. Тем не менее, календарь и жрецы остаются центральными фигурами в жизни общины. Они определяют ход времени майя. Майя — это не название страны. Мы называем майя тех, кто носит соответствующую одежду и говорит на соответствующем языке. Но быть настоящим майя с помощью только языка и одежды непросто. Сегодня утром жители собираются с цветами и сельхозорудиями. У них есть Цолькин. Многие дни Цолькина уже позади, но осталось еще несколько драгоценных праздничных дней. И сегодня один из них. Наступает какой-то день, и это удачный день для посева. И, разумеется, существуют такие интерпретации, которые позволяют приписать какой-то позитив. Сегодня это используется для просьб. А церемонии майя устраиваются в особых случаях. Зависит от того, насколько это удачный день для той или иной сферы. Какой-то день удачный для здоровья, другой для богатства. Именно в таком виде древний календарь определяет современный стиль жизни. Древний календарь В последние дни после засевания семян пройдет дождь. Это знание передано жителям от предков посредством Цолькина. Новое поколение снова может жить по Цолькину без ограничений. Мы можем говорить, что с каждым днем его роль меняется, переосмысляется. После долгих лет запретов, преследований, наказаний, с каждым днем он захватывает все более широкие социальные слои. В конце концов, все мы майя. Мы должны работать, мы должны бороться за выживание. Если постройки, обнаруженные при раскопках, рассказывают о затерянных городах майя, то календарь Цолькин по-прежнему жив и актуален. Вращение его невидимых колес будет поддерживать жизнь майя вечно. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА